Я начну с того, на чем мы остановились в прошлый раз. Я приводил вам кое-какие цитаты, которые я сегодня продолжу. И говорил вам, что Пруст был одним из тех немногих художников в 20 веке, который заменил проблему наблюдения по определенным причинам какой-то другой проблемой, которую я условно все время называл проблемой реализации самого себя какими-то средствами, проблемой исполнения жизни. Он был одним из тех, кто вернул искусство в наши непосредственные жизненные ощущения, те задачи, с которыми мы сталкиваемся в своей жизни, когда что-то испытываем, когда в чем-то пытаемся разобраться, когда пытаемся ответить на вопрос «что же, собственно, я чувствую?» А этот вопрос неоднозначный, вы понимаете. «Что же со мной происходит? Где я? Откуда я? И куда я?» Ну, это классические, наверное, вопросы, в той форме, которую я сейчас им придал, они, наверное, узнаваемы. И вот вся масса этих вопросов встала на место наблюдения. Или описания. Любого описания. Простого, обыденного описания, или научного описания, или художественного описания. Вместо описания мы имеем проблему, состоящую в том, что в мире, в котором мы испытываем, есть какая-то точка, в которой описание останавливается, не может идти дальше, и в этой точке должен совершиться какой-то акт дополнительный, акт жизни дополнительный к наблюдению. То есть дальше наблюдать нельзя. Что-то другое должно произойти, такое, что вызовет сознательный, то есть новый сознательный опыт. Если переводить это на слова, близкие к тексту Хруста, то это можно выразить примерно так. Сколько угодно я могу вглядываться в мою ментальную картину воспоминаний о Венеции, или воспоминаний о местах моей юности, или воспоминаний о близком человеке, сколько угодно я могу вглядываться, то есть перечислять элементы этого воспоминания. Здесь элементы, ментальные элементы воспоминания, которые мы можем проходить один за другим, чтобы воссоздать все воспоминания. Вот я шел по улице, увидел какой-то дом, этот дом выглядел так-то и так-то. И, как каждый человек себе знает, ничего в нашей душе не происходит. Например, попробуйте осчастливить себя или обрадовать себя, сказав себе, что все-таки я кое-что повидал в жизни. Я был, например, в Сионе, или был в Венеции. И мы начинаем перечислять наши внутренние душевные богатства, и почему-то в нашей душе ничего не шевелится, ничего с нами не происходит. И совсем что-то другое происходит, когда в наши контролируемые волей и сознанием или более произвольные воспоминания вторгается что-то, не связанное с нашей волей, с нашим усилием перечисления или описания, или наблюдения, вторгается нечто само собой. Вот это нечто вторгающееся само собой пусть называют непроизвольным воспоминанием. Об этом я уже говорил. Но вся проблема в том, что это непроизвольное воспоминание происходит само по себе у каждого человека в режиме его жизни. Но часто или иногда можно этому воспоминанию помочь. Для этого есть какие-то средства. Эти средства у Пруссии называются искусством. То есть искусство для него не отписание, а орудия помогающие тому, чтобы в нашей душе вспыхнул какой-то спонтанный акт нового сознательного опыта. И чтобы дальше закрепить эти вещи, я продолжу цитаты. Потому что уже мы к этим цитатам подготовлены. Мы многое знаем о том, как нам нужно смотреть на искусство, на жизнь, и как Прусс смотрел на искусство и жизнь. И поэтому то, что я сейчас буду читать, должно вложиться в ваших головах какие-то уже более-менее предуготовленные клеточки. Вот читаю вам. И это цитата продолжения той, на которой я в прошлый раз остановил изложение, иллюстрировая проблему нового сознательного опыта, в отличие от наблюдения и описания. Вы помните, что речь шла о художественных впечатлениях, о которых мы восклицаем, пытаемся их еще снова испытать, но, скажем, придя в восторг на концерте, и воскликнув, «Ах, мы еще идем на этот концерт!» Или снова прослушиваем пластинку, запись этого концерта. Такое отношение к искусству у Пруса называется булемией или обжорством. Из-за этим лежит глубокий закон, который люди, в той мере, в какой они философствовали, знали давно, что десять или тысячу раз вкушение одного и того же наслаждения или впечатления ничего к нему не добавляет и не помогает нам разобраться в его природе. Эти ахи и вздохи есть лишь полуумы. Полуумы. То есть недоношенные существа, недоноски нашей сознательной жизни. Неудачные животные, скажем так. Вы знаете, что есть, я говорю вам, есть неудачные животные, которые рождались когда-то, и у них глаз был, скажем, прикреплен к заднице, или рука к этой самой, к заднице, а задница к голове, и так далее, и так далее. И вот штук говорит о такого рода впечатлениях просто. Даже, я читаю, даже в художественных наслаждениях, которых мы ищем, в силу наслаждения, которые они в нас вызывают, мы умудряемся как можно скорее оставить в стороне, в качестве невыразимого, как раз именно это впечатление. И привязаться к тому, то есть зацепиться за то, что позволяет нам получить от него удовольствие. Под удовольствием здесь имеется в виду непосредственно удовольствие. Ну, эту тему вы должны помнить точно. Есть удовольствие, из которого мы что-то узнаем, а есть удовольствие в смысле разрешения всего того, что мы должны были бы узнать, непосредственным наслаждением. Или непосредственным материальным действием. Ну, с точки зрения прустовской или философской, чтобы понять удовольствие от пирожного, нужно не еще раз его укусить, а остановиться. Или в горе нужно не заплакать и выполнить ритуальные жесты, скажем, как мы ходим у нас на панихиды, а не сделать чего-то. Не сделать. Вот это вот тема недеяния, о которой я вам говорил, ну, я надеюсь, что вы ее помните. Потому что то, что случилось, если мы сразу переводим энергию случившегося в какое-то разрешающее ее, то есть энергию, действие, то мы одновременно и теряем то, что стучалось к нам в окно или в дверь. Так вот, повторяю теперь снова, возвращаясь к тексту просто. Значит, мы привязываемся к нему, к тому, что позволяет получить нам непосредственное тут же на месте удовольствие, не познав его до конца, и воображаем, что мы сообщаем его другим любителям удовольствий. Ну, мы воскликнули «Ах!», скажем, или сделали знак «горя», знак, фактически, обращенный к другим, которым мы его сообщили. Но сообщили что-то не прожеванное нами самими. Так вот, мы воображаем, что сообщаем его другим любителям, любителям искусства, с которыми окажется возможной беседа. И когда мы разговариваем потому, что мы воображаем, что такая коммуникация возможна, потому, что разговаривая с ними о вещи, которые одна и та же и для них, и для нас, о восприятии человеческом действительном того, что случилось, исключено, чтобы вещь была бы одна и та же для тебя и для других. Мы каждый раз имеем дело с уникальным, незаместимым и только твоим корнем впечатления. То, что ты увидел, увидел только ты. И если начал разговаривать, ты, значит, от того, что ты увидел, ты берешь ту часть, которая одинакова у тебя и у другого, кому ты пытаешься ее сообщить. Возвращаюсь снова. Я надеюсь, что такое хозяй не потек, что делать его понятнее, что я отрываюсь и снова возвращаюсь к нему. Потому что разговаривая с ними, о вещи, которые одна и та же для них, для них и для нас, и личный корень нашего собственного впечатления при этом элиминирован. В те самые моменты, когда мы всего бескорыстнее в наблюдении зрелища природы, общества, любви, самого искусства, мы, и вот теперь слушайте внимательно, мы поскольку всякое запечатление или всякое впечатление, я перевожу запечатление, потому что в русском слове впечатление отсутствует активный оттенок. Впечатление есть что-то, что в нас запечатлелось. То есть не то, что мы думаем о впечатлении, а то, что запечатлелось. Думаем мы об этом или нет, как мы об этом думаем, как мы оцениваем, это другое, это наша ментальная картина впечатления. А речь идет о запечатлении. Отпечаталось. Так вот, всякое отпечатление, назовем так, двойственно, наполовину укоренено или наполовину вправлено, представьте себе бриллиант, вправлено в оправу объекта, видите, как хорошо и мускулисто идет упрусто выражение мысли и состояние души. Наполовину оправлено, ты сразу видишь область, оправлено, вправлено в оправу объекта, ну, как бриллиант вставляют, ну, скажем, серебро. Бриллиант наполовину вставлен в серебро, но это бриллиант, не серебро. Значит, здесь оправа является объект, ну, скажем, запах, лицо, любое впечатление. Значит, наполовину вправлено в оправу объекта, а другой своей половиной продолжено в нас. И, будучи продолженной в нас, представьте себе какую-то вещь, которая наполовину вправлена в оправу объекта, и тем самым видна не только мне, который получил впечатление, видна и другим объектам. Объекты это то, что не нас. Но другой половиной она уходит в нас, то есть в каждого из нас. И, очевидно, пробегает в этом подземелье какие-то другие пути и сплетается с какими-то другими вещами. Какая-то живет какой-то подземной своей историей, будучи утоплено в какое-то подземелье, которого мы не видим, видя лишь стоящее над землей здание или оправу бриллианта. возвращаясь снова к тексту. Наполовину укорнено в оправу объекта, продолженного в нас другой своей половиной, то есть единственной, которую лишь мы можем знать. И вот эту половину знаем только мы. Ну, простой пример, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Вот я увидел Альбертину. Никакое сужение. Ну, допустим, существует два события. Есть Альбертина, есть я, который вижу Альбертину. Есть третий, который наблюдает, что происходит в том, как я вижу Альбертину. А вот никакое описание им своими глазами, как он видит Альбертину и как я ее вижу, не видит это описание, не видит тех, как выражается Пруст, золотых дверей в моей душе, которые захлопнулись за вошедшей в них Альбертиной. Но дело в том, что судьба моя и реальные сцепления, которые будут выпадать мне в качестве внешних событий, результаты которых будут выпадать мне в качестве внешних событий, то есть что случится, будут зависеть не от того, как она видна, Альбертина, на поверхности, в том числе и третьему глазу, а то, как, в каком виде и почему захлопнули за нею золотые двери моих грез. там она будет жить и оттуда ее жизнь будет подавать сигналы и детерминации того, что будет со мной происходить. То есть, как будет развиваться мое чувство, какие события ему будут выпадать и так далее. И вот вопреки этому, говорит Пруст, мы спешим пренебречь этой последней, то есть, вот та, которая закрылась золотыми дверьми, ну, например, она не годится для разговора. Всякий разговор останавливается на пороге этих дверей. Разговор, как нечто, передающее что-то другим. И более того, это нельзя еще передать не потому, что мы что-то храним в себе, а потому, что мы сами этого не знаем. Ведь нельзя говорить другим о том, чего сам не знаешь. Ну, я поясню сейчас то, что я сейчас сказал следующими словами, что я опять прошу прощения, что я так вот кругами хожу, но поскольку моя задача сообщить вам не сумму знаний, а привести в движение наши души и мысли, то такой метод оправдывается этой задачей. Так вот, представьте себе, например, я могу сказать так, что, ну, например, часто говорят, что все люди равны. Но можно показать, что мир устроен таким образом, что самые существенные события и в нем, например, есть в мире закон и в беззаконии и так далее, зависят от усилий, совершаемых каждым отдельным человеком. А усилий означает, что чего-то нет, пока не совершено усилий. Вот весь пруссовский мир держится и плывет на волне, на вершине волны усилия. И что и различия людей, то есть равны они или неравны, будут во многом определяться от того, кто совершил усилия, а кто не совершил его. Как говорится в Евангелии, раньше были Иоанн Креститель и пророки, а теперь Царство Божье силою берется. Или в другом варианте, раньше был закон и пророки, а теперь Царство Божье усилием восхищается, это в русском переводе так. Усилием похищается, восхищается в смысле похищается. Ясно, что я сказал. Ну, тогда я сделаю простой вывод, чтобы замкнуть рассуждение и прийти в начало его. Ну, тогда ведь в каком смысле люди равны? Ведь нельзя поровну делить то, чего нету. То, что он лишь может быть в усилии, этого ведь нету. Можно вот, скажем, это делить, я не знаю, что-то, бумагой поделиться. Она есть, а здесь этого нету. И нельзя равно делить то, чего нету. Вы, наверное, прекрасно помните хорошую байку в свое время Орлом Ахлюдия. Ахлюдияни сочинял хорошие параболы. Почему-то в последнее время он больше занимается сценариями. А когда я давно, когда я не был в Грузии, случайно столкнулся с совсем других местах с этими байками и потом с ним познакомился. И там у него замечательная есть сказка. Она, кстати, публиковалась, по-моему, в нашем детском журнале для детей. Сказка о глупой курице, которая отдала своих цыплят на воспитание лисе. Вы не знаете, не помните? Ну, тогда я позволю, чтобы вы немножко могли отдохнуть и рассказать ее вам. Глупая курица своих цыплят отдала, их было пять, отдала на воспитание лисе. И лиса стала воспитывать и обучать этих цыплят, в том числе учить их арифметике. Их было пять, она их одного научилась считать до четырех, второго научилась считать до трех, третьего научилась считать до двух, четвертого до единицы, а пятого ничему не научила. и потом устроила экзамен. Спрашивает, сколько вас первого? Он гордо говорит, четыре, восхищенные своими собственными знаниями. Неправильно, говорит, лиса, и съела его. И так далее. Второго спрашивает, он говорит, три, а на лиса говорит, неправильно, съедает его, и доходит до последнего, которого она ничему не научила. И спрашивает, сколько вас? Он говорит, нисколько. Вдруг лиса оказалась как раз перед той проблемой, о которой мы сейчас обсуждали. Поняла, что нельзя съесть то, чего нету. Нисколько. И не съела его. Более того, цыпленок был настолько необразованный, неграмотный, что не знал, что в божьей иерархии, леса есть леса, цыпленок есть цыпленок, и полагается листья съедать цыпленка, и поэтому цыпленок съел лесу. Вот так вот кончается парабола Эрлома. Так вот, я эту параболу приводил, и дальше, если вы ее держите в голове, и всю эту проблему усилишь, нельзя делить то, чего нету, в том числе нельзя делить и в социальном смысле, но и в обыкновенном смысле нашего общежития, нельзя делиться тем, чего нету. Если есть что-то во мне, с чем я еще сам должен разобраться каким-то усилием, то по определению я вообще не могу этого сказать, и это неизречимо. то есть вы понимаете, что я начинаю объяснять, я фактически объясняю вам философский термин, вы часто встретите, скажем, непознаваемо, невысказываемо, невыразимо, и мы часто в обыденном нашем языке думаем так, невыразимо означает, что есть что-то, и вот это иррационально, само по себе богато, и выразить только нельзя, да нет. Самое интересное невыразимое как раз то, которого нет. Оно само себя не знает. Не только не может сообщить себя другим, но и себя не знает. Так вот, возвращаясь, мы пренебрегая этим ну понятно почему, потому что почему мы пренебрегаем вот той частью вещи, которая ушла в нас самих. Нам лень или страшно. Страшно, потому что мы боимся истины и отворачиваемся от нее, но не просто отворачиваемся, мы сразу выдумываем какие-то ее рационализации. Приятные нам. И вот дальше идут такие слова просто. Значит, в отличие от того, чего мы не знаем во что мы должны были углубиться, мы, говорит Пруст, спешим пренебречь этим, то есть единственным чем-то, к чему мы должны были бы прилепиться, говорит Пруст, и учитываем лишь вторую половину, вот та, которая на поверхности, вправлена во право объекта, который дан вовне всем на обозрение. Альбертина ушла в мою душу, но Альбертина еще и видна другим. и я, даже я, душу которого она ушла, могу говорить о ней в той ее части, в какой она видна и другим. Например, сказать, она прелестна, поэтому я ее поцеловал. хотя в действительности я должен был бы сказать так, я ее, я получил удовольствие от того, что ее поцеловал, и поэтому она прелестна. Две совершенно разные вещи. Я никак не могу сдвинуться с места, но просто одновременно то, что я сейчас делаю на ваших глазах, есть, очевидно, и урок чтения. Вот представьте себе, что вы сидите и сами из меня читаете. Написано два слова, и эти два слова могут вызвать, если ты подготовлен к ним, или если они совпадают с каким-то твоим внутренним опытом личным, способны вызвать столько ассоциаций и мыслей, которые нельзя выразить для выражения которых понадобилось тысяча слов. Вот если вы сможете так читать просто или другие тексты, то это прекрасно, это стоит тратить на это время. А если нет, то лучше тогда просто погулять, что может дать нам гораздо больше. Потому что, как я говорил вам, чтение книги не есть какой-то священный акт, он такой же жизненный акт, как и другие. И имеет смысл ровно в той мере, какой он жизненный акт. вплетается в нашу обычную душевную и реальную жизнь. Так вот, мы учитываем другую половину, ту половину, которая объектам дана, которая, обратите внимание, не подаваясь углублению, ибо она внешняя, нельзя углубить то, что вовне. а необходимо как раз углублению. Не подаваясь углублению, ибо она внешняя, не причинит нам и никакого труда. И собственно, это и есть причина, почему мы выбираем эту вторую внешнюю половину. Трудиться не надо. А потрудившись ты можешь узнать страшные вещи, в том числе и о самом себе. Не слишком нам сложно попытаться увидеть маленькую борозду, то есть считай, что впечатления прорывают у нас, я, по-моему, приводил соответствующие цитаты вам раньше, прорывают нас в какую-то кровавую двойственную борозду, ножом провести по живому телу. Вот это впечатление. Вот эти впечатления есть материал искусства. Так вот, нам трудно не в моготу в эту борозду, прорытую в нас видом боярышника, то есть святого боярышника, или церкви. Вещи безовидные, казалось, но они прорывают борозду. И вот мы вместо этого, пишет бруст, снова проигрываем симфонию, возвращаемся снова взглянуть на церковь, или снова бежим в Сионе, до тех пор, пока в этом бегстве подальше от нашей жизни взглянуть в лицо которой у нас не хватает мужества, бегство, которое называется эрудицией, смотрите, куда он выходит. Сколько у нас таких эрудитов, например, церквей, наших исторических памятников. Пока мы не будем их знать так же хорошо, как их таким же манером знает самый ученый любитель музыки или археологии. И сколько людей на этом и останавливается. Людей, которые ничего не извлекают из своего впечатления, стареют, бесполезные и неудовлетворенные, потому что если ты так бежишь за впечатлениями, то по определению ни одно из них не может быть последним. Если ты так бежишь по церквям, то ни одно из этих хозяй не может быть последним. Бегство эрудиции есть бегство от нашей собственной жизни. Так вот, стареют бесполезные и неудовлетворенные этакие холостяки искусства. Холостяки искусства. Это очень хорошее выражение, потому что оно действительно означает более широко холостяки жизни. И то, что это так, как я сказал сейчас, об этом говорит окончание этой фразы просто. Он говорит так, у них горести у этих людей, такие горести, какие есть у девственниц и лентяев, и которых плодоношение, то есть девственниц, плодоношение, или лентяев труд излечили бы. И вот как раз в этом именно контексте такого рассуждения проуздали, о экзальтации любителей искусства, о булимии, то есть обжорстве художественными радостями и так далее, об этих полуоморочных вздохах и ахах, вскриках браво, ура, нечленнераздельных восклицаниях восторга, пустой экзальтации и так далее, который просто сравнивает, и сейчас я цитирую, с первыми опытами природы, которые хочет создать художник, такими же бесформенными, такими же маложизнеспособными, как и первые животные, которые предшествовали ныне существующим и которым не суждено было продлиться. Мы должны видеть что-то трогательное в этих бессильных и бесплонных любителях, как в тех первых летательных аппаратах, которые не могли оторваться от земли и в которых было заключено нет, не тайное средство, которое еще предстояло открыть, а лишь желание полета. На место желания полета поставьте желание красоты, желание любви, желание справедливости, желание добра и так далее, и так далее. Вы понимаете, что в том, что мир устроен так, что в нем добро не есть наше желание добра. Справедливость не есть наше желание справедливости. Справедливость это аппарат, который может полететь. Так же, как в том примере, в котором я привозил из просты. И, соответственно, любовь, добро и прочее, прочее. Я уже говорил вам, что один из законов русской жизни это вздыхание или поползновение добра. Но завтра и всем скопом вместе сегодня, какой смысл мне одному быть добрым, когда кругом все злые. И так далее, и так далее. Так что, я снова возвращаюсь к методу, который я применяю. Так что, когда вы встречаете такой текст, принадлежащий к категории, на полную катушку испытанных и сделанных текстов, как прусловский текст, то там в невинных фразах скрыты вещи, не имеющие, казалось бы, никакого отношения к ним. Вот сейчас здесь прус говорит о восприятии искусства, о том, как выразить наслаждение или испытать его до конца, а я вам говорю о совершенно других вещах. Они содержатся в том, что здесь сказано. Потому что структура наших испытаний, глубинная структура, она одна и та же. Есть там какие-то законы, и эти законы на уровне художественного опыта, просто, его, ну, как, магически к себе привлекали. Он чувствовал в себе призвание открывать эти законы. И если думать, то думать только о них. А об остальном думать лень. Не стоит. Нет той веселящей искорки, искорки, которая приводит все в движение и заставляет трудиться. Дальше, подкрепляя вот те мысли, которые я сейчас излагал цитатой Пруста. Продолжу цитирование. Которая текстуальная цитата теперешняя такова, которую я сейчас приведу, что она связывает те темы, которые я обладел раньше. Я могу только надеяться, что вы их помните. Значит, в связи с этим ухождением надежите в голове образ двойственного объекта, двойственного впечатления, которое одной своей половиной вправлено в оправу объекта, лежит на поверхности, а второй половиной вправлено в оправу нашей души. И ушло туда. Значит, только еще одну помощь для закрепления метафоры, чтобы она позволяла нам понять дальнейшее движение мысли. Значит, я сказал, вправлена наша душа. Вы здесь должны иметь в виду, что душа здесь как бы тоже весть. Значит, с одной стороны впечатление вправлено в оправу объекта, выступающего из-под земли, лежащего на поверхности. Второй половиной он уходит в подземелье. Подземный мир, подземный мир нашей души. Но вот такое подземное ухождение для грустя есть ухождение впечатления как бы в вещи. Ну, скажем так, вот чтобы вы не вкладывали в то, что я говорю и в то, с чем пытается разобраться прус, не вкладывали ментальных, психологических ассоциаций, которые являются нашей привычкой. И вот остановить эту привычку очень трудно. Потому что, когда я сказал, вложено, проросло в душу, подземелье души, то вы, конечно, думаете о тайнах человеческого сердца, о нашей внутренней субъективности, наше внутреннее богатство и так далее. Да нет, не это имеется в виду. Вот в чем сложно. То есть, и это, и не это. Вот, что имеется в виду, нельзя понять, не остановив привычек, ну, и привычек, таких привычек, которые привилегируют, как особенно священное что-то, нашу внутреннюю субъективность. Вот, такой вот второй половиной, оправой, может быть пирожное Мадлен. Куда ушла моя душа? Душа просто. Или Альбертина в той мере, в какой она за захлопытыми дверями моих грез. Она в моей душе тоже как вещь. Такими тюрмами для, внутренними тюрмами для восприятия, для впечатлений могут быть места, люди, имена, произведения искусства. И вот с этой поправкой, оговоркой, попытайтесь воспринять теперь следующую цитату. Некоторым умам, любящим таинственное, хочется верить, что объекты сохраняют что-то от глаз, которые на них смотрели. Или так же в объектах сохраняется что-то от глаз, которые на них смотрели. Что памятники картины являются нам являются нам лишь под одеянием чувственной вуали, которую им соткали любовь и созерцание многих и многих обожателей в течение веков. это связано с темой повторяющейся вопроса о душах в деревьях деревьев как будто деревья или у звезд есть души которые на нас смотрят. И вот об этих душах говорит мы смотрели на звезды и что-то эти звезды сохранили от наших прежних взглядов то есть какие-то частицы нашей души сохранены в звездах и деревьях и они теперь на нас смотрят. Это химера говорит Пруст. Ну кстати говоря это такое одушевление объектов мира есть одно из древнейших человеческих представлений одна из древнейших структур сознания человеческого а не мистического или мифологического и так далее. Так вот эта химера стала бы истиной если ее транспонировать то есть мысленно перенести в область того что единственно реально для каждого в область его собственной чувствительности. То есть души вещей есть метафора истинная если мы ее относим к описаниям реальности нашей души а не к тому что действительно в мире есть вещи населенные душами или остатками наших собственных взглядов и оттуда на нас смотрящие. Да в этом смысле и только в этом но он гораздо больший вещь на которую мы прежде смотрели несет нам когда мы ее видим вновь вместе со взглядом который на нее бросили который мы на нее бросили все образы ее тогда наполнявшие дело в том что вещи и книга своей красной обложки среди прочих других то есть Прус зачисляет книги яхт чтения книг вот категорию или в ряд такого рода вещей так вот дело в том что вещи и книга в своей красной обложке среди прочих других тот самый момент когда они нами воспринимаются становятся в нас чем-то имматериальным причастным к природе наших забот и ощущений того момента и неразъединимо смешиваются с ними то есть вот это вот вхождение второй половиной означает что эта вещь не только ушла в невидимое подземелье а еще в этом невидимом подземелье она сплелась с нашими фундаментальными заботами того момента казалось бы с этой вещью никак не связанными она стала в контекст общий наших состояний и неотделима уже от них она в них заключена то или иное имя прочитанное в давней книге держит в промежутке своих слогов быстро веющий ветер или яркое солнце момента когда мы ее читали или тот факт что мать нам читала у изголовья постели нам ребенку читала мать эту книгу здесь просто идет книга Жоржа Зандов книга Франсуа Шампи и это чтение книги не невинно впервые ребенку читался роман он впервые столкнулся с литературой но с литературой столкнулся он там и почему здесь слово забота фигурирует с которыми смешивается впечатление чтения книги он читался ему как раз вот в той знаменитой сцене когда если вы помните он не может заснуть и впадает практически в истерику потому что мама не поднялась были гости не поднялась его поцеловать на ночь и зная что это даже зная что будет за это наказание он тем не менее как штопором винчивается свое переживание и вдруг его не наказывают отец говорит матери что вот ну он действительно очень нервничался и он достигает не простым добром или простым стечением обстоятельств а своей истерикой достигает того чего он хотел мама остается с ним на ночь и она чтобы успокоить как раз читается ему это понятие ясно конечно что между слогов этой книги или между элементами ее сюжета и героев то есть просто промежутки между героями конечно же вплетается вот это основная забота и состояние нашего героя вы знаете какую фундаментальную роль для него играет этот образ поцелуя матери который означает для него символ материнского лона проецируемый на мир который тоже должен быть таким же ласковым лоном который тебя объемлет и защищает тебя со всех сторон и вдруг после вот этого понятного пассажа вдруг наш герой то есть автор снова выходит на общие вопросы которые нас занимали снова он выходит на вопрос которому он все время возвращался на вопрос о литературе но вопрос о литературе он возвращался по одной простой причине самой главной причине жизненной то есть есть абстрактное в голове представление и образ о трудящемся литераторе у которого в голове есть сюжет и он их излагает и в то же время сознание своей собственной лени и полного отсутствия сюжетов и пустой головы когда ты садишь и залез бумаги ну написать нечего конечно нечего когда ты хочешь это слова составить из слов а мы говорили что не из книг рождаются книги так поэтому у него это очень настойчивая тема литература вот снова возврат к ней так что говорит Пруст литература удовлетворяющаяся удовлетворяющаяся тем чтобы описывать вещи вина ара здесь чай ветрет каишная мода удовлетворяющаяся тем чтобы описывать вещи описывать вещи в кавычках значит я возвращаю вас и Пруст возвращаю к той проблеме описания или наблюдения которые мы уже вводили описывать вещи вот эти те вещи которые над землей значит литература удовлетворяющаяся удовлетворяющаяся тем чтобы описывать вещи чтобы давать от них только жалкую сводку линий и поверхностей ну как вещь выступающая из-под земли я даю сводку информацию о ней ну как сводка софинформбюро сводка состоит из-за линии такие-то поверхности такие-то сводку жалкую сводку линии поверхности является как раз той которая при всем том что она называет себя реалистической наиболее удалена от реальности является той которая нас более всего оскудняет или обедняет и омрачает или опечаливает печальное состояние самое плохое человеческое состояние лучше бы иметь веселую душу чем душу скучающе печальную так вот наиболее удалена от реальности является той которая нас более всего оскудняет и омрачает ибо она резко обрезает всякую коммуникацию нашего нынешнего я с прошлым сущность которого хранят эти вещи и будущим где они вновь возбуждают нашу способность ее кушать именно она то есть эта сущность есть то что искусство достойное этого названия должно выразить и если оно терпит в этом неудачу то из его бессилия можно хотя бы извлечь урок тогда как никакого не извлекается из удач реализма а именно что эта сущность частично субъективна и некоммуникабельна и вот мы сейчас должны попытаться и это уже более сложная работа сейчас нам предстоит представить себе картину мира которая вырисовывается вот за этими словами я пока сейчас мы сделаем перерыв я закончил фразу мы сделаем перерыв я пока помечу одну идею значит вот когда вот такая фраза звучит я его повторю ну выходки против реализма для вас прекрасно понятно это ясно и здесь об этом могут спорить только в специальных учреждениях на эту тему или кретины проблема реализма в искусстве такая же выдуманная и не существующая как и в философии проблема идеализма и материализма это не существует так вот здесь когда я сказал фразу что нечто что обрезает коммуникацию нынешнего я с прошлым сущность которого хранят эти вещи сущность ушла вещи понимаете вот я Марсель общаюсь с собой воспоминаю себя прошлого но то я которое я хочу вспомнить оно в действительности заключено вещи ею сохранено в пирожном мадленд вот что мы должны уловить и будущем где они то есть вещи вновь возбуждают нашу способность ее вкушать не всякие вещи а те которые есть источник наших чувств не внешние вещи являются источниками наших чувств а помните я приводил вам цитату я шел не по тем же улицам по которым шли другие люди вышедшие из дома в этот день я шел по скользким и печальным улицам моего прошлого то есть воспринятие улицы может вызвать только та улица которая есть или связана с печальной и скользкой улицей прошлого то есть ведь здесь ответ на вопрос чему мы волнуемся чему мы не волнуемся что мы воспринимаем чего не воспринимаем не просто вещи не они есть источник действий на нас так же не всякая красота женщины а та черты которые раздулись и сложились видимые черты ветром моего желания прошлого и я волнуюсь а со стороны описать что меня волнует что скажет третий он скажет меня волнует красивая женщина ничего подобного или третий опишет я иду по улице и вспоминаю ничего подобного или воспринимаешь это улица это дома где-то в одном месте это Брус даже так так вот говорит он называет вот то что я сейчас говорю в прошлом он называет это жизнь то есть представьте геологические отложения вот в душе нашей а всякие писатели или философы есть археолог или геолог души в душе вот есть какие-то геологические геологические есть отложения есть отложения нашей жизни или как выражается Прус глубокие отложения моей ментальной почвы почвы по которой я до сих пор хожу и на которую я до сих пор опираюсь настолько что цветы которые мне показывают сегодня в первый раз не кажутся мне настоящими цветами то есть чтобы что-то увидеть в качестве цветка я должен поместить это на вот это жизмон манталь на ментальное геологическое отложение и следовательно цветок раздроблен в множество миров ведь у нас же ментальные отложения разные и вот тот цветок который извне оказался вот перед нами а он у вас уходит упирается в такое есть у вас для него есть ментальное отложение и вы тогда можете на него прореагировать как на цветок восхититься его красотой а у меня например его нету или я его просто не увижу грязи на него не увижу или он мне покажется ненастоящим восковым цветком значит я отклонился в сторону чтобы пояснить одну простую вещь которая двумя словами проскользнула в цитате которую я вам цитировал значит обрезает всякую коммуникацию нашего нынешнего я с прошлым значит мы теперь понимаем что коммуникация это вещь очень непростая я коммуницирую я коммуницирую с собой то есть я коммуницирую не с самим собой психологическим существом ментальным существом сейчас а потом я еще одну добавлю вещь пока продолжу сущность которого хранят вещи значит мы теперь понимаем смысл в каком смысле вещи внешние мне могут хранить мое прошлое и будущем тоже понимаем потому что развертка моего впечатления в будущем например возможно моя снова волноваться она не может зависеть только от моей физиологии порога моей чувствительности притупляемости моих ощущений или непритупляемости у всех разная она и не от нее зависит а вот этих отложений которые мы встречаем потом впереди и мы вдруг волнуемся и можем повторить чувства повторить мы можем только то чувство которое мы не исчерпали мгновенном и непосредственном его удовлетворении вещи в удовлетворении умирают все реактивные акты кончаются своим последним звеном и исчерпываются на нем ну скажем если я голоден то поев я насыщаюсь и ощущение голода исчезло оно сослужило свою службу и исчезло а вот мы говорим о тех чувствах которые сами воспроизводят свои собственные причины то есть они возобновляются что и то есть